Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Гарри Поттера Философский Камень. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали седьмую часть главы, которая называется прыжок в люк. Сегодня насчет восьмая часть этой главы. Ну что, поехали? Однако Гарри не зря стал самым молодым овцом за последние 100 лет. У него был удар измечать вещей, которых не замечают другие. Покружив несколько минут в водовороте из разноцветных перьев, он заметил огромный серебряный ключ с пометым крылом. Было похоже, что его совсем недавно уже ловили и силой всовывали в замок. Вот он, крикнул Гарри, обращаясь к остальным. Этот большой, вот здесь. Нет, вон там, серка голубыми крыльями. Одно крыло помято. Ром стремился туда, куда указывал Гарри, врезался в потолок и чуть не свалился с метлы. «Нам надо окружить его», — прокричал Гарри, не упуская ключи с виду. «Ром, ты заходи сверху, а ты, Гермон, оставайся внизу и помешай ему спуститься. Я попробую его схватить». «Готовы, начали!» Ром поднялся вверх, Гермона рвнулась вниз, ключ и скользнул от них обоих. Пятнувшись в стойну, Гарри устремился за ним, вытянутой рукой прижав его к стене. Праздался неприятный хруст, который заглушили восторженные взлазы Гермона и Рона. Они поспешно приземлились, и Гарри метнулся в двери, чувствуя, как ключ пытается вырваться из его руки. Он силой вонзил ключ в замок, повернул его и слышал щелчок. В этот момент ключ вырвался из замочной скважины, тяжело взмыл вверх, вид у него был очень помятый и потрепанный. «Готовы?» – спросил Гарри, державшись в дверную ручку. Рона и Хермона кивнули, и он потянул дверь на себя. В следующем зале было настолько дивно, что вообще ничего не было видно. Однако стоило им сделать несколько шагов, как комнату внезапно залил яркий свет. Все трое сумрения вытаращили голоса. Они стояли на краю огромной шахматной доски, прямо за чёрными каменными фигурами, которые были выше их троих, та же долговязывая Рона. На другой стороне доски стояли белые фигуры. На Гарри, Рон и Хермона поезжились. У белых фигур, в отличие от чёрных, отсутствовали лица. «И что нам теперь делать?» – прошептал Гарри. По-моему, ответ вполне очевидный, заметил Рон. «Мы должны выиграть, чтобы оказаться на другой стороне зала. Там, за белыми фигурами, виднелась ещё одна дверь. И как же нам выиграть нервно?» – спросила Гермона. «Я думаю, выговорил Гарри после непродолжительного вырасту, но ему должны стать фигурами». Он смело шагнул вперёд и, подойдя к чёрному всаднику, игравшему роль шахматного коня, коснулся его лошади. В одно мгновение каменная фигура ожила, лошадь стала речь копытами и землю. Всадник повернул Голубу в шлеме и посмотрел на Рона сверху вниз. «Нам надо присоединиться к вам, чтобы перебраться в одну ту сторону», – запинаясь пришёл Рон. Рецер кивнул. Рон повернулся к Гарри и Гермоне. «Надо подумать про что он. Полагаю, нам следует занять места трёх чёрных фигур». Гарри и Гермоне молча ждали, пока Рон закончил свои размышления. Короче, так, наконец, я смогла урон. «Не обещайтесь, но в шахматы я играю куда лучше вас». «Да мы не обещаемся, быстро вставил Гарри. Просто скажи нам, что делать». «Ты, Гарри, встань на место того слона, а ты, Гермоне, займи место этой ладьи». А «ты» в один голос спросили оба. «А я буду к нему вернуться, и урон». Похожие фигуры слушали их разговор, потому что в следующее мгновение конь, слон и ладья повернулись и ушли с доски, освободив три клетки, а Гарри и Рон и Гермоне заняли их, не растумывая. «Белые всегда начинают прыжать, но с Рон глядя на ту сторону доски». Ага, вот он. Белая кошка шагнула на две клетки вперёд. Рон начал руководить чёрными фигурами, которые покойно вставали туда, куда он указывал. Гарри почувствовал, что у него дрожат колени. В лове его влетелась только одна мысль. Что будет, если они проиграют? Гарри переместись на четыре клетки вперёд с Команомором. В первый раз всем троим могало не по себе, когда противник напал на их второго всадника. Белая королева сбила его на пол, стащила с доски, лежавший вниз лицом. Рейсер не шевелился. Мне пришлось им пожертвовать, потому что он хотел, судя по его виду, он тоже был потрясён. Но неожиданностью случившаяся жесткость и расправа. Герман, теперь ты можешь взять этого слона. Ну вот и всё. Мы прочитали восьмую часть главы, которая называется «Прыжок в люк». В следующей серии она ждёт девятая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Всем пока!